Он скульптор, автор памятника прощания. Она племянница одного из героев, которым посвящен этот монумент. Каждая встреча Николая Распопова и Ларисы Богдановой со слезами на глазах и мыслями о том, как могли бы сложиться судьбы выпускников Тюменских школ, если бы не было войны. У этих мальчишек продолжения любви, жизни не было. Памятник народный. Его появление ждали и близкие одноклассники ребят, не вернувшиеся с войны. Причем не просто ждали, а вносили свой посильный вклад в появление монумента и словом, и делом. Памятник рождался в муках, и это не ради красного словца, уверяет Лариса Филипповна. Монумент задумали еще в конце 80-х, но перестройка, безденежье и великая идея увековечить память отважных мальчишек и девчонок чуть не канула в лету. Одноклассники, родственники и ветераны Великой Отечественной выступили единым фронтом. Денег у нас не было, памятник построить. Они пошли на все. Понимаете, война их, так сказать, научила жить, работать, трудиться и воевать. Было разработано несколько проектов памятника, но победил этот. Тюменцы сразу же приняли безоговорочно именно эту работу Николая Васильевича, потому что вот в этом мальчике, мальчике-воине, они узнали своего брата, своего друга, и другим они памятник не представляли. А одноклассницы погибших школьников в образе девичьей скульптуры видели себя, ту самую девчушку, которая выбежала из дома босиком, чтобы проводить любимого на войну. Узнаваемость героев стала еще одной причиной всенародной любви монумента. Он живой, потому что к его открытию был подготовлен уже список, вот он перед вами список, 110 школьников, которые ушли на фронт и не вернулись в Тюмень. Они только окончили школу, выпуск 41-го года, и сразу же их в военкомат. Памятник прощаний по проекту Распопова изготовили в Свердловске. Перед тем, как монумент установить на этом месте, скульптуре пришлось полежать на крыше одного из тюменских домов, чтобы сохранить неспокойное время. А во время монтажа на постаменте от искры вспыхнул материал, которым был укрыт памятник. И, как сказал Николай Васильевич, скульптура прошла очищение огнем. Можно этому придать символизм. Вещь-то необычная. Так или иначе, имена погибших выпускников на виду у всех. И прохожие не проходят мимо пары ребят, так и не вернувшись с войны. Наталья Жукова, Роман Ченахов, Тюменская служба новостей.